Музыка После того, когда получили, скажем так, тяжелую метеосводку на 17-е, 18-е число, наши службы уже были приведены в готовность и по моменту начала снегопада техника вышла на расчистку дорог. В основном это были дороги от порта до южного, участок от порта до трассы Одесса-Южный в сторону Вороновки. И тут участок, который закреплен за нашим предприятием по очистке согласно распоряжению Голырского головы и обл. администрации. В принципе, на 17-е число вечер проблем с доставкой людей не было, трассы поддерживались в проездном состоянии. И ночью с 17-го на 18-е, а также практически до утра, трасса была проездная, вплоть до того, что наши автобусы, идущие в Одессу за сменой утром, без проблем прошли до Одессы, а на обратном пути уже их остановили сотрудники полиции и из города не выпустили. При этом сменных работников, живущих на поселке Котовского, мы в порт привезли с опозданием, но привезли автобусы, пришли. Скажем так, на этот момент уже понимали, что ситуация ухудшается и в любой момент дорога может остановиться, потому было принято решение досрочной отправки смены, на дорогу была выведена дополнительная уборочная техника, специальная техника. Вообще по всему периоду у нас работали три комбинированных автомобиля, оборудованных отвалами и пескоразбрасывающими установками, и четыре ковшевых погрузчика. В принципе весь этот период в таком составе мы работали, менялись водители, мы в круглосуточном режиме этой техникой работали. По участку Одесса-Южный мы смогли 18-го числа днем доставить людей в Одессу, и ночную смену мы на предприятие не привозили, работали только за счет южнинской смены. На южную дорогу поддерживали от порта до города в проездном состоянии, то есть шла уборочная техника, за ней шли автобусы. За счет этого удалось смену доставить вовремя. И основной период очистки, когда немножко уменьшился уже снегопад, в ночь с 18-го на 19-е число, практически тем же количеством, если я не ошибаюсь, еще два дополнительных ковшевых погрузчика, то есть выработали четыре ковшевых погрузчика и три специальных автомобиля. По-моему в ночь с 18-го на 19-е погрузчиков было шесть. То, что мы смогли, участок дороги совместно, работала техника ТИСа, техника Дорс-сервиса, техника припортового завода. У каждого у нас как бы свои участки закреплены, но в период этой непогоды я уже не обращал внимания, где чья техника работала, потому что мы работали уже вперемешку все вместе. Основной участок у нас был проблемный возле, скажем так, от поворота на Визирку до поворота на Вороновку, где шли большие переметы, большие сугробы были. И был проблемный участок от Григорьевки до Черноморского, где тоже на дороге были глубокие сугробы. Этот участок периодически прочищали и поддерживали проездное движение. 19-го числа нам удалось днем очистить, скажем так, пробить одну колею до Кошар, для того, чтобы хотя бы сменные автобусы туда смогли заходить. Встречали мы там технику припортового завода, тоже заходил туда, начиналась работа, по-моему, 19-го рано утром, когда пытался туда пробиться автобус, не удалось за счет того, чтобы тоннель был очень маленький, и автобус туда пройти не смог. 19-го днем удалось прочистить так, чтобы мог зайти автобус, забрать смену, потому что у нас много работников уже на Садовом Товоличестве проживают, мы оттуда забираем сменных работников. Вот с 19-го числа, в принципе, смену с села Кошары мы доставляли. С учетом того, что проблем на дорогах было много, да и на предприятии, большое количество снега привело к серьезным, скажем так, затруднениям, то этот участок дороги больше мы прочистить не смогли. Скажу еще, что по Кошарам серьезной проблемой по очистке дорог днем стало то, что после того, как мы пробили один тоннель совместно с заводом, туда поехали, скажем так, частники на своих машинах. Я понимаю, что люди переживали за свои участки, за животных, которые там находятся, но при этом полностью парализовав нас в возможности очищать дорогу, потому что когда идет легковая машина, ковшевой погрузчик ничего не может сделать. Объезжать легковые машины он не в силах. Поэтому мы приняли решение выводить технику ночью на расчистку, что в принципе мы и сделали 21 числа. Вот ночью мы пробили уже дорогу до садового товарищества Портовик в две полосы движения для того, чтобы можно было большому автобусу туда заходить. После того, когда это уже было сделано, мы пустили уже наш автобус в полноценном режиме движения. На данный момент дорога на село Кошары прочищена до судового товарищества Портовик, до основного места разворота автобуса. Дальше, скажем так, до дальней остановки пока нет такой возможности, только потому что еще есть много вопросов по предприятию, где производится очистка, дабы не остановить грузовые работы. То есть техника сейчас задействована, сейчас, к сожалению, пока нет возможности дальше сделать. Ну и, опять же, наша точка работы садового товарищества Портовик, как бы на него мы сейчас обеспечиваем полноценное движение автобуса. У меня большая просьба, как бы, к водителям индивидуального транспорта. В основном проблема с расчисткой дорог, когда мы можем это делать, заключается в том, что работе специальной техники мешают легковые машины, двигающиеся по дороге. Поэтому большая просьба, в случае отсутствия крайней необходимости, не используйте свой легковой транспорт. Очень много проблем доставляют машины, застрявшие в сугробах, и безопасность людей тут вызывает, скажем так, много вопросов. Очень много времени было потрачено нашими экипажами, которые работали на вызволении снежных сугробов у частных машин легковых. Кроме этого, было много микроавтобусов, автобусов, которые необходимо было тоже доставать, потому что везде находились люди. Нас в этот раз меньше коснулась эта беда, в плане того, что достаточно оперативно мы дорогу открыли и достали из сугробов транспорт. Но на участке от Коблева до Николаева при этом было достаточно много проблем. Мы осуществили на доставку своих работников с Березанки. Так вот на Березанку, скажем так, мы до вечера среды движения осуществлять не могли, только потому, что в сугробах были машины, и техника вообще не могла уборочная работать. Там, насколько могли, МЧС и дорожные службы там в основном были задействованы на дорогах государственного значения. Одесса-Мелитополь. В основном был закрыт участок от Коблева до Николаева, что тоже создало много проблем. Ну, а о озерновозах я тут говорить не буду. У нас это просто беда на сегодня. Это грузовые машины, которые просто стопорят трассу, как только начинается непогода. К сожалению, с этим приходится мириться. Тут мы на них повлиять не можем. По информации Украфтодора, она была открыта 19-го числа во второй половине дня. Ну, по движению рейсовых автобусов мне сказать сложно, потому что в данной ситуации решение принимаем не мы. Когда мы принимаем решение по доставке людей, я вам скажу, что в те проблемные дни с колонной своих автобусов мы сопровождали спецтехникой, то есть ковшевыми погрузчиками и спецмашинами, которые посыпали, то есть впереди прочищали от снега, дальше посыпали песком, и после этого шла колонна автобусов для того, чтобы это было безопасно. В Одессу у нас практически мы не привезли только смену с 18-го на 19-е, то есть 18-го вечера мы смену не привезли. 19-го утром уже смена с Одессы приехала. Скажем так, в тяжелом режиме, но мы смену доставили. Мы сопровождали колонну автобусов своей спецтехникой, но колонна пришла по расписанию, то есть задержки в смене работников не было. Предприятие уже вышло на штатный режим. Продолжение следует... Продолжение следует...